Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я начала рисовать, почему и когда. Многие задают мне один и тот же вопрос. Ты спрашиваешь, проходила ли я какие-то курсы, что подтолкнуло меня на рисование. Всё началось в 2012 году. На то время я ждала моего второго ребёнка, я была беременная. И так как я не работала, я искала, чем бы мне заняться. В общем, я перепробовала много разных вариантов, так как я всегда любила искусство. Я решила заняться какими-либо изделиями. Я пробовала делать разные украшения, фигурки из бисера. Пыталась их продать, но продажи особо не пошли. И тогда я решила заняться квилингом. Вот у меня некоторые картины здесь висят. Кто не знает, что такое квилинг, это вот изделия из бумаги. Такие вот ленточки, они разноцветные бывают. И из них делаете разные фигурки, цветочки. Я сейчас покажу. Вот это называется квилинг. Делается из ленточек. Вот такая картина у меня получилась. Она мне очень нравится. Я её на кухне повесила, так как это виноградная грозья и виноградное вино. Смотрится очень красиво. Но это я делала для себя, а не для продаж. Потом я решила попробовать порисовать. Купила краусок себе. В общем, было очень сложно. Я не знала ни как рисовать особо. Как бы мне нравилось искусство, но я никогда не пробовала этого. В общем, первые картины маленькие были. Я их очень долго рисовала. Очень было сложно. Некоторые совсем не получились. Получились как будто ребёнок рисовал. А потом как-то я с этим делом закруглилась. Потому что у меня появился ребёнок маленький. Были проблемы. Ну, занято было. И особо не было денег так, чтобы покупать. Потому что продукция, материалы очень дорогие. И потом работа и так далее. В общем, забросила я с рисованиями. На то время мы жили в другой провинции. В Канаде. А сейчас мы переехали в Антарио. Ближе к Торонто, к цивилизации. И здесь я тоже попробовала поработать. Как-то не пошло. А сейчас вот Май меньшенький. Его надо забирать в школу. Забирать в школу. В общем, времени особо нету. Где-то работу искать, куда-то идти. Так как с этим немного туговато. Расписание не подходит под наш график рабочее. Ну, у нас папа работает за двоих. Уговорила я нашего папу купить нам материала, красок. Потому что мне очень хотелось начать заново рисовать. Пригрозилось, что я начну стены разрисовывать. В общем, накупил он мне краски. Достал материал. Вот это вот дерево. Я изначально пробовала рисовать на канвас, на полотне. А потом он мне предоставил, так как он работает в строительстве. У него очень много материала из дерева. Он мне предоставил вот такие вот деревянные досточки. Я их шлифую, обрабатываю, шпаклюю, рисую. В общем, как-то так пошло всё дело. И я решила заняться, как бы, своё хобби превратить в бизнес. Сейчас я рисую, продаю свои картины. Я нахожу в интернете идеи, какие-то занятия, уроки. Очень много мастеров, которые дают некоторые уроки. И в онлайне я это всё смотрю, учусь, пробую. Вот, как бы, это художество, это такое дело. Учиться можно всю жизнь. Никакие классы я не посещала, хотя я бы очень не против даже. Очень бы хотелось пойти, но сейчас пока нету возможности, так как это недёшево. Если вас интересуют ещё какие-то вопросы, обязательно спрашивайте. В комментариях пишите, я обязательно отвечу. До новых встреч, пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!